Привела своих малышей в садик и осталась здесь работать. Вот уже 30 лет Елена трудится воспитателем. Свой творческий потенциал развивает в изо-студии, признается. Дети для нее источник вдохновения. Есть возможность вести изо-студию, то есть проявлять, не только как бы подготавливать. Я готовлю к школе детей, у меня предшкольная подготовка. Ну и плюс еще вот уделять творческому такому направлению своему тоже время. Лица из ваты или глины. Одежда связана своими руками. Когда-то именно так делали елочные игрушки. Несколько граммов натуральной шерсти, пара бусинок и украшения для новогодней красавицы готово. Получилась такая композиция, она больше такая рождественская, новогодняя. Но в принципе каждая кукла может жить отдельной жизнью. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Его миссия – повысить престиж профессии. Эта выставка как доказательство. Учителя – личности разносторонне одаренные. Педагогические работники, они не только занимаются своей профессией, они не только строгие, справедливые, профессиональные, а может быть и другие. Они еще и творческие. И я вот сегодня, когда смотрела эту выставку при подготовке, я удивляюсь, когда они все это успевают делать. Работы много, работа сложная. Но время на хобби остается. Да и без этого никак. Переключиться, снять усталость и справиться со стрессом. Многим помогает именно творчество. После тяжелых, в общем-то, таких будней, конечно, трудовых, в общем-то, нужно обязательно, чтобы было какое-то увлечение, такая отдушина. Потому что наши педагоги и воспитатели – это очень творческие люди. В выставке приняло участие около 60 человек. Каждый получил грамоту и, конечно, признание коллег. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова